Армавир готовится встречать Новый год и Рождество. По традиции, перед праздничными днями и продолжительными каникулами в администрации города прошло очередное совместное заседание Постоянно действующей комиссии по обеспечению правопорядка общественной безопасности и антитеррористической комиссии при главе города. Несмотря на то, что массовых мероприятий не планируется, охрана общественного порядка будет осуществляться в усиленном режиме сотрудниками отдела МВД совместно с представителями казачества и дружинниками. Вперед времени с 20 часов 31-12 до 4 часов 1.01-20-21 на территории обслуживания отдела МВД по губернеру дополнительно будут внести службу 30 сотрудников УВД ППС, 3 экипажа УВД ППС, 10 представителей казачества, 10 ДНД и 6 сотрудников частных охранных агент. Справочно, это 7 пеших патрулей, центральная площадь Ленина, городской парк, микрорайон МКК, микрорайон Черемушкин, микрорайон Родина, АКПУ, район оптики и три автопатруля. Значит, центральная часть, микрорайон МКК и микрорайон Черемушкин. Также в усиленном режиме спокойствие горожан правоохранители будут обеспечивать и в ходе празднования Рождества. В рождественскую ночь на охрану общественного порядка возле храмов выйдут 55 сотрудников отдела, 20 казаков, 15 дружинников и 10 сотрудников частных охранных агентств. Определен резерв на случай чрезвычайных ситуаций, разработаны схемы перекрытия улиц, парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, точек размещения сотрудников ДПС. Храмы обследуют кинологи с собаками. Будет проводиться мониторинг сети интернет. В связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, в храмах предусмотрены соответствующие противоэпидемические мероприятия, чтобы исключить нахождение во время каждой службы в помещениях и на прихрамовой территории большого числа прихожан. Участников совещания познакомили с графиком работы общественного транспорта. В праздничные дни будут работать 4 троллейбусных, 27 городских автобусных маршрутов и 3 пригородных. 31 декабря по утвержденному расписанию, 1 января с 7 утра по мере заполняемости, а 2 снова по привычному расписанию. Круглосуточно будут работать автовокзал и железнодорожные вокзалы. Первый заместитель главы города Александр Руденко подчеркнул, что и в эти дни будет продолжена работа по контролю за соблюдением масочного режима. В рейтинге муниципалитета, воронавир в Талифорнии на последнем месте, скажем, нарушения выявляются, но эти нарушения составляют от 13 до 18 процентов. Целых по обществу транспорту, целых по краю показателей уже. Я думаю, что у нас резервы есть и нужно двигаться выше, учитывая угрозы распространения коронавируса на территории муниципального образования. Проектные контрольные мероприятия выходные в праздничные и также в ежедневном режиме будут проводиться. Усиленный режим работы вводится для единой дежурной диспетчерской службы и городской службы спасения, сотрудники которых приняли участие в ряде подготовительно-тренировочных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в течение полутора часов служба способна будет отправить в район действий под предназначением в наличие состава в количестве 17 человек двух единиц оперативно-спасательных автомобилей. Ресурсоснабжающие организации определились с графиком работы аварийно-диспетчерских служб, согласованы дежурства. Аварийные бригады проведена деятельность по обеспечению антитеррористической защищённости многоквартирных домов и социальных объектов. Все учреждения образования представили планы работы на каникулах, они продлятся с 29 декабря по 10 января. Назначены лица, ответственные за безопасность, соблюдение температурного режима, есть графики дежурств. Со школьниками проводятся профилактические беседы. Все развлекательные мероприятия пройдут в онлайн-формате. На совещании шла речь и о безопасности посетителей объектов потребительской сферы, о том, как её предприятия будут работать в праздничные дни. Особое внимание участники совещания уделили работе объектов сферы здравоохранения. В городской больнице города Амавира будет организовано дежурство трёх бригад неотложной помощи, плюс по две фельдшерские бригады от каждой поликлиники. Это те бригады, которые будут оказывать неотложную помощь на дому. Значит, работа скорой помощи будет построена следующим образом. Ежедневно в дневное время будут работать 10 бригад скорой помощи и 12 автомобилей. В ночное время будет работать 11 бригад скорой помощи и 13 автомобилей. Утверждён график работы всех медицинских учреждений города. Стационары горбольницы и детской больницы с 1 по 10 января будут работать круглосуточно. В поликлиниках введение приёмов и обслуживание вызовов будет осуществляться с 8 до 16 часов. Марина Белова, Евгений Халманских, Служба информации, телеканала 360 Армавир.